всех приветствую на своем канале 15 февраля таганрог и начинается цветение глоксинии а также укоренение листьев как раз середина февраля и до отправок два с половиной месяца практически потому что будут отправляться растений по стабильной температуре ночью хотя бы плюс 4 чтобы никаких заморозков не было здесь цветет уже распускаются полностью этот триумф красавчик всего будет понемногу в этом видео как выращиваю как получается и снова это вы видите на моем канале вот такое цветение начинается красивая мы сегодня с помощницей вот с певицей так что если будет петь так не пойдет так куда полетела об опылениях будет потому что как опыляются как проверяются что ж такое угомониться немножко вот новый синиц который был в прошлом году это кп танец роз вы видели шорт который был у нас летом вышел на канале он есть и мне сразу что мне нравится начинается проверка сейчас показываю дату это именно был поставлен лист 28 0 8 20 10 уже с листа пошли у нас ростки и поэтому мы видим цветение через получается с полгода шаг мы сегодня с певицей с помощницей так что надо заняться тишу немножко она с утра уже наклоняет на нем сидит и катается поэтому пришлось забрать вот занять делом занимаемся отправила домой и отвлекает а вот займись делами займись займись усеянца был большой потенциал цветения и вот смотрите от листа у нас есть три бутона немного размышь сейчас и уже это было понятно что розовые сорта они могут быть сначала в более отчетливую крапинку потом развиваться с температурой более бледнее и за этим нужно обязательно наблюдать нет 20 10 уже высадила лист с ростком чтобы у нас подрастал сам росток лист отсох во время этого продолжения но здесь и отличная корневая получается и растет клубень сам лист отсыхает во время вот этого выращивания когда идет рано росток мы можем высадить и уже дождаться повторного цветения проверки от листа клубень сейчас на отдыхе основной а лист показывает что потенциал цветка огромный вот у него более насыщенный получается оттенок он такой нежный нежный то есть крапины все ушли с первого цветения и получилось что ярче стала серединка температура до зависит температура время года выращивания под лампами получился очень нежный оттенок вставлю шортс этот найду сейчас но он вертикальный будет посмотрите как цвел сам сеянец а теперь идет проверка и проверка будет до лета то есть как еще повторяться листья как другие расцветут потому что некоторые листья не давали у нас ростки и получается что нужно еще проверять на осенец уходит у меня от полутора до двух лет выращивания от пассива созревания пассива семян и уже выведение такого сеянца в сорт но уже кто-то приобрел и мне это понравилось что и кто-то еще вырастет да и уже будет двойная проверка таких вот ну уже практически это сорт раз я назвала его значит будем еще наблюдать а к лету уже будет понятна картина какой он выходит в каком цвете и в каком тоне и какие крапины но сейчас мне зимнее цветение очень понравилось это просто шедеврально розовые сорта не настолько он уникальный и редки мне кажется глоксиния это просто уникальный цветок который настолько дает оттенков богатства они могут быть от разнообразия до темно-темно фиолетовых вот н.г. негритяночка вообще чернильная вот чернила макали и вот такие вот оттенки красивые хорошие стоячие цветоносы будут тогда когда хорошая подсветка идет даже если в какой-то момент кажется что вот сейчас повернула не надо трогать глоксинию она не любит перемещение то есть на одном месте на постоянном она должна цвести как запустились у нас бутоны как мы и выращиваем и не крутить не двигать и тогда все будет хорошо от переноса условий начинает глоксиния может и подтянуть цветоносы и заваливать поэтому хорошая подсветка это у нас е.н. гранатовое сердце под лампами и и плохо видно но очень она красивая поверьте это громадные цветы гранатового вот как гранат очищаешь и вот этот оттенок это ее кто у нас тут цветет бесценная роскошь вот она какая красавица не крупная но хорошенькая и марокканская принцесса красивенькая немножко опускает она всегда цветоносы но цветок красивый большой цветоносы хорошие под тяжестью они опускаются на стеллажах и сюда съемка кт ароматный принц вот ароматные ароматные в основном получились первые у меня колокольчики но они красивые с тонким тонким чувствительным ароматом который не сшибает как лидия когда подходишь к лилии там уже запах идет на всю комнату а здесь чувствительный на 30 сантиметров вы можете почувствовать этот аромат если у вас тонкое обаяние то вот такие цветы а если ты туда свой носик окунаешь тогда уже ты более отчетливо слышишь этот аромат открывается на третий день созревания цветка цветы достаточно долго цветут до 14 дней в прохладе у меня здесь от 18 до 22 кт малинка балеринка вот она уже размывает и и цветет у нас десятый день и второй ее цветочек вот такой пыльной розы а бывает еще и поярче дальше тут и все марокканки пойдем там погуляем везде много бутонов много цветоносов зависит от зимнего выращивания конечно же освещение оно должно быть интенсивным 14 часов не меньше и тогда все глоксинии запускают большое количество бутонов нг ромка это класс класс просто он таким фонтаном бьет даже вот два пасынка не удалила из пасынков идет и серединке конечно нужны подкормки обязательно если даже заложены гранулы то все равно раз в семь дней поливаю им фертика люкс а также было уже и монофосфат калия и кольцевая селитра здесь у нас а не волевская вот такая красавица вот просто обалденная она всегда коротенькая и с четким четким широким розово-красным кантом и крабит нами внутри дальше опускаемся здесь кт богема смотрите как увеличивается цветок окрас до рисунок кожи рисунок красивый вот из мелких мелких крапин создается красивее узор рисунок то есть все это меленькие меленькие точечки которые создают этот оттенок она очень красивая бывает еще огромнее здесь поменьше клубень поэтому и цветок немножечко меньше а так она достигает до 13 сантиметров а здесь где-то сейчас 11 красота дальше посмотрим кт бажена вот такая красота необыкновенная мне нравится когда такие вот четко четко очерченные тоже крапины идут красивенный цветок бутоны замечательные все откроются сейчас мы потихонечку будем брать всех и поукореняем конечно может парочку покажу а дальше уже будем сами сыном сажать набирать стаканчики и высаживать вот смотрите сколько у нас есть бутонов под искусственной подсветкой конечно глаксиния любит именно естественный свет продолжительный день но и под искусственной подсветкой можно тоже выращивать ендон на красиво но не видно это тоже красота необыкновенная а здесь сел шелковый бант вот такой красный так идем сюда там копей розовые сны вот такие мы красивые прям не знаю какие столько разводов столько оттенков на цитке и это красота потихонечку и наверху все идет бутонами это у нас снова белая камелия маленькая и вот там чуть-чуть крапин идет внутри таких нежно-нежно розовых а вот тоже кт малинка балеринка вот смотрите какая она здесь насыщенная открывается немножко мы сюда пойдем сюда 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 и сюда напрасные слова и даже просто красотень какая вот такая красивая тоже будем укоренять все все цвета нос и красивые стоячие кт кубанская краса краса только там кт адель получилось у меня все-таки темно-фиолетовую сделать вот с тонкими и крепкими ой с крепкими короткими цветоносами кто-то там сейчас пойдем вокруг забегаем с этой стороны стеллажа здесь тоже кт триумф смотрите какой красавчик ярко красный прям ну не знаю цветок огромный толстенные цветоносы красивые шикарно шикарно здесь у нас все на бутонах красивых ждем снова цветения и сейчас вот этот ряд который мы с вами и сейчас те которые мы укореняли с вами 8 0 1 будем снимать и проверять на влажность потому что смотрю уже грунт светлый все укоренение проходит замечательно то есть прошел месяц и сколько дней и 45 дней и вот такое идет укоренение но уже нужно снимать и делать совершать полив потому что вижу светлый светлый стол торф а влажность спускается вот так вниз почему нельзя делать отверстия в стаканах когда мы выращиваем по два допустим листа в одном пакете это экономия средства размещения но если один стакан будет с отверстиями он будет более мокрый а второй может быть вообще сухой то есть один стакан заберет на себя влагу а второй высохнет даже вот так скапливаясь грунт все равно проветривается и нужно совершать полив вот этот ряд сейчас весь снимаем проверяем на влажность а остальные начинаем укоренять начинаю наполнять стакан и грунт замешан накануне это чистый торф видео есть о торфе какой использую замешана на 10 литров полтора литра воды перед тем как сажать на ночь стаканчики промытые был без отверстий и начинаю набирать давайте показываем как набираю вот так легко направо и немножко постучала пока набираем поболтаем с вами вот галина заикина сейчас снимаю видео написала комментарий одно и то же показывайте и рассказывайте галина заикина у вас нет ни одного подписчика вы зарегистрировались видимо недавно год назад чего бы целый год сидим не показываем как у вас замечательно получается выращивать 100 150 хотя бы сортов покажите нам расскажите а мы все посмотрим как вы там хорошо говорите не повторяйтесь не несете пургу всякую вот раз вы написали такой комментарий у вас хороший значит гаджет вы можете снимать видео покажите нам что у вас там растет как цветет как вы добиваетесь хороших результатов потому что вот так вот встать левым пальцем ноги во сне не пошевелить а палец все-таки руки с утра потянуться до чего по каналам ходим если все получается у вас до выращивать чего там писать что-то написали умное подсказали бы как у вас получается хотя написали постарались своим пальцем каким вот этим указательным или каким вы печатаете а так это просто с утра плохое настроение нет это не ко мне вот вы на другой канал и сходите может где-то будет поддержка у вас на другом канале а здесь такого не будет если еще напишите еще разок что-нибудь подобное вы приходите в мой дом здесь мои правила и мои условия то есть хотите смотрите хотите у вас есть волшебная кнопка отключиться отключиться не смотреть выключить телевизор вот не понравилось первого раза хоть люди иногда бывают ну не воспринимают твой голос вот одно видео посмотрели не понравилось вы посмотрите второе может подтянетесь и все понравится и так жизни бывало когда люди на меня смотрели общались им казалось что я как-то высокомерно на них смотрю а это не взгляд а была оценка ситуации вот в компанию незнакомую приходишь да я сидела и молчала и просто на всех смотрела прежде чем открыть рот ты должен как-то опознать с кем ты вообще о какой теме можешь поговорить если глупости говорят в этой компании я посидела и ушла стала развернулась и ушла мне даже там разговор не надо было начинать потому что когда я открывала свой рот много-то в жизни и книг и знаний получила поэтому некоторым людям наверное было неинтересно но зато потом они меня приглашали когда я помолчала и ушла два слова сказала они меня почему-то дальше начинали приглашать свою компанию я могла повеселиться пошутить вот стёп такой конечно никогда не позволяла себе чтоб кому-то там какое-то замечание всегда замечание у меня были да не любили меня не люблю когда люди разговаривают матом сплошным если где-то в шутку там сказанули к слову к делу то может быть возможно один раз вытерплю а если идет сплошной мат то чего там сидеть и чего наслушаться лучше пойти книгу почитать какую-нибудь умному это в молодости было и дальше шла таким путем поэтому у меня все четко уже по жизни сколько можно было прожить в этом году будет 49 лет наверное чему-то научилась наверное что-то показываю полезное что сначала применяю у себя а потом уже и другим людям можно рассказать особенно показать результат покажите покажите о чем вы говорите вот ваши наработки там что-то еще и тогда нужно поверить к вам прислушаться раз вы ищете совета вы приходите за тем чтобы посмотреть на что за советом у вас значит что-то не получается возьмите примените к себе какой-то совет и у вас тоже обязательно получится так набирают стаканчики вот немножко поболтала и давайте будем уже высаживать сейчас всю коробочку вот так пока мы тут болтали да всю коробочку заполняю накрываю крышкой готовлю с вами новое потому что видео снимается не за один момент как вы думаете это еще монтаж идет потому что невозможно вот так что ж я буду стоять не стоять никогда и вообще этими делами уже все проверено проверено 150 раз рассказано но видимо кому-то нравится кому-то не нравится еще раз разные моменты жизни бывают и вот в какой-то момент я все также применяю тот же самый способ и у меня получается а когда пишут в личку почему не получается значит что-то не досмотрели люди объяснять каждому как происходит вот так происходит набирается торф для съемок обязательно потому что съемка это ответственное дело когда это будет долго долго смотреться у людей поэтому нужно сначала один момент подготовить потом второй отснять потом третий потом все включу собрать это не так что вы думаете одним кадром хотите одеть и идите на каналы где с одним цветком будут сидеть и вам рассказывать как правильно сделать у меня жизненный канал и здесь я показываю свою жизнь с цветами и вообще совсем другим и кому нравится смотрю уже наверное и будет 50 тысяч подписчиков дня через три так что что-то я несу почему 50 тысяч людей заходят и остаются наверное что-то полезное от меня идет вот и мы сейчас его посажаем с вами поукореняем по поливаем вот видео будет долгое ладно стакан я понабирала вот у меня процесс успокоения идет в работе когда я набираю стакан и потому что сейчас мы переключаемся на основную тему нужно и рассказывать да и показывать что там срезаешь снова как укореняешь как все получается сколько дать воды здесь замешан еще инсектицид от почва обитающих вредителей потому что торф иногда приходит уже с мошкой то есть личинки там оставленные нужно инсектицидом себе помогать если у вас промерзает грунт вы его держите именно в морозе несколько месяцев то тогда не бывает а вот перед новым годом получилось что я активно начала засыпать инсектицид чтобы вся эта мошка не вылетала потому что открывала кипу и уже оттуда можешь мошки 3 полетели значит думаю так не тот в пальто надо уже себя обезопасивать вот так все я добираю сейчас другим пальцем выключу надеюсь понятно как набираю легко и вот так чуть-чуть постучало все набран торф обязательно пушистый и легкий для того чтобы не было гниения при срезке у нас черенка беру новое лисея потому что сейчас будет новое укоренение уже все и страчены отрезаю чтоб удобно было держать и брать открываем сначала одну половинку почему у многих не получается они либо секатором либо ножницами режут и получается что сминаются ткани при отрезке листа обрезки лист мы берем можно здесь брать вот под самый где-то я бог смотрю вот такая жила хорошая получается поближе к стволику сейчас снимем самые нижние листья конечно хочу еще любоваться этим цветком и не могу снять все всю листву потому что пострадает галаксиния и теперь просто вот она помещаю раз все отставляю беру следующие листья самые нижние пока растение цветет вся листва у него считается молодой и хорошая она способна быстро запускать корневую систему в этом самое главное когда вы уже хотите снимать листву когда галаксиния отцветает то есть все бутоны завяли тогда вы берете только вот этот верхний ярус нижний может даже не давать клубни то есть корневая будет расти а клубни у вас будут по 0 5 сантиметра малюсенькие поэтому на ранней стадии для размножения берутся самые вот сочные хорошие молодые это считается молодой лист понятно объяснила надеюсь еще разок но ничего для кого-то повторение мать учения вот и маленькие мы тоже нижние можем взять нет совсем вот такой малыш не надо что мы еще тут можем взять больше ничего не можем то есть раз два три 4 это еще шикарный экземпляр с которого можно снять листу вот такую уже не стоит брать которая истратилась вот показываю наглядно что вот он лист отсыхает у меня да вот он материнский лист который высаживался опять повторяю что это такое это был сенец который был посеян феврале месяце он в июне расцвел в июле я сняла с него эти черенки посадила да сколько то уже разобрали но один черенок или два или три не помню уже сколько я взяла и вот 20 10 высажен был лист с этим ростком который пошел росток вот он этот росток расцветает и показывает результат но ответе здесь не включила подсветку потому что заряжается она кому сейчас попробуем с моим оборудованием включить сейчас я ничего не накачаю таким мы посмотрим как под подсветка идет здесь у нас освещение так мы включились да нет вот так а что у нас с лампой все хорошо включилась лампа вот как есть ничего не буду монтировать смотрите как есть снимается дальше мы сейчас пробуем режим смотрите какой цветок при таком режиме вот он повторяется прям отлично сейчас еще вам другой включу это дневной свет это холодный свет а это желтый свет вот как передать цветок да такой красивый он естественно был на стеллаже нежные сорта очень сложно передавать оттенок вот снова у нас желтый свет холодный а вот желтые вот естественный вот такой на столе сложно передавать оттенки таким нежным цветам все теперь отключаются новый подписала пакет он у меня 15 на 20 до сейчас беру поливаю даю им по чайной ложки потому что грунт уже замешан правильно мне всего здесь нужно чайная ложка для укоренения дальше беру открываю и помещаю два в один пакет придерживая лист можно и по одному ставить но тогда он будет куда-то смещаться нужно как-то фиксировать его вот таким образом чтобы он висел ровненько а так получается в такой пакет помещается 22 аккуратно придерживаю вижу что-то камеру потому что операторов у меня нет снимаю видео все сама практически если там и есть помощники но это дети они мне легче вот показать таким образом когда ты сам стоишь разговариваешь тебя никто не отвлекает и вот так ставим на укоренение сейчас еще один возьмем посадим у кого большие листья здесь листья нормальные они примерно вот на пол моей ладони и это отличный вариант когда молодая листва она небольшая она дает быстрее росток чтобы вырастить глоксинию быстрее когда лист большой нет смысла его сажать какие-то пакеты им делать огромные его нужно отрезать сейчас будем резать сорт ен роза нарни это просто красивенно обалденный густо махровый вот смотрите что у меня происходит все заложилось под вот этими тремя листами верхними поэтому а здесь есть пасынки вот не развивающиеся пасынки поэтому здесь можно снять три листа по длине и срезаю 1 2 но не ущемляю права нашей глоксинии что она может свести когда спрашивают что длинная листва что сделать огромные становятся да у нас глоксинии при хорошем выращивании и способности сорта развиваться очень широко вот так оставляю три листа здесь у нас обрезка произошла трех нижнюю не беру и пока ее не удаляю потому что она на них держится чтобы растение не качалась где вот здесь я вот так и все это расцветет если вы берете сначала всю вдрез к листву нельзя обрезать растение только начало цвести то есть она заложила бутоны но нижнюю вот эту вот серединную мы можем есть снять и укоренить для размножения теперь что делать здесь очень длинные листья вот видите стояла возле батареи и подсох край кончик поэтому его срок срочно нужно сразу удалить этот срез чтобы подтянуться обязательно и такой лист большой когда он вообще уже вот так на мою ладонь всю нет смысла сажать здесь есть толстые жилы поэтому можно вырезать на 2 на 2 взять вот где потолще вот так 1 и 2 буква вы сделать крылья обрезать они будут мешаться так дальше здесь тоже подрезать чтобы получилось стаканчики и здесь и здесь будут практически одинаковые клубни вот из этой части чаще всего идет быстрее росток дальше здесь отрезаем точно также ой какой запах идет свежие листовые обрезанной классный нам нужно подтянуть срезы поэтому сейчас до пакета пока дойдем ставить в пакет обязательно нужно чтобы вот эти все капли вот трогаем пальчик она прям мокренькая затянулась у нас ткань и дальше будет и укоренение вот надрезала вот здесь пошире возьмем где жила потолще там будет получше но я хочу чтоб один был клубень хотя вот из этой жилы тоже вот проснется росток и на этой части будет два ростка а нужен один клубень два ростка потянут больше силу на них вот таким образом подстригла теперь сразу сажаю вот так раз но не убираю в пакет больше сажаем здесь можно помочь себе ручкой сделать немного углубления чтобы и не сильно нажимать ну вот так грунт притянуть с обоих сторон чтобы зафиксировать эту листовую пластину дальше также раз немножечко мы подтягиваем хотелось бы конечно заниматься работой но это снимается для тех людей которые хотят чему-то научиться чтобы у них получалось у моих заказчиков получалось что они посмотрят видео подействуют таким же способом им понравится все укоренится все вырастет и будет результат а так чтобы я не повторялась слова я лучше не использовать но это же делаю я а вы можете присмотреться и пробовать это у себя раз чайную ложку дала отставила так уж такой опять три сучка началась палки в колеса снимает не бейте по пальцам пианиста он играет как может играть можно по-разному мы не играем и не заигрываемся а показываем результаты этого укоренения все дала оставляем отставляем и будем минут через 15 вот ничего не случится затем затянутся вот эти вот края чтобы здесь не образовывались у нас ростки это будут пацанки с которыми сложно будет совладать если не затянется вот этот вот срез здесь образуется тоже и тянет силу нож тянет силу из этого стебля нам нужно клубе нарастить с этого всего а здесь появляются тоже ростки если не потянется срез не аккуратно тоже срезала вот куда-то задела да нужно раз и подровнять вот так даже вы ну кривенько на камеру кривенько получается поэтому все остальное мы сейчас сыном будем высаживать сами то есть он набирает я сажаю либо он набирает либо он сажает я набираю и процесс будет двигаться больше потому что подготовка нужно к сезону для предложения предложения уже есть много в основном будет клубни будут клубни потому что заказывают северные регионы куда клубни лучше всего добирать вот попалась палочка вытащила ее здесь веточка веточка тоненькая можно убирать можно не убирать дальше давайте собираем на стол это сейчас ставлю и показываю как с листьями потом обращаемся через месяц собрала на стол то что мы вместе с вами укореняли есть дата 26 11 26 12 12 10 месяц октябрь есть часть вот этот ряд 8 0 1 сейчас будем вместе с вами осматривать и новый способ все-таки я решила что буду его делать уже с прошлого года если проходит именно три месяца до от посадки листа некоторым листиком не хватает питания особенно которые были обрезаны вот эти вот наши вы вырезаны они начинают желтеть ну по краешку потихонечку то есть понимаю что не хватает питания пока мы будем с вами осматривать и поливать что применяю расскажу давайте вообще поболтай так хотела стать учительницей в 6 лет организовала школу в своем сарае весь сарай очистила мне так хотелось быть учительницей просто невозможно всех соседей всем тетрадки на половинку порезала потому что с бумагой была напряженка это был восемьдесят первый год восемьдесят втором я пошла в 7 лет в школу у меня столько было эмоций вот что я иду в школу там я получу знания там все будет так классно еще больше друзей еще больше всего но получилось обратная немножко реакция очень послушным ребенком было просто невыносима наверное меня можно было оставить на день и я никому за день не принесу никаких неудобств и пришла школа в школе же разные ученики разные дети с разным интеллектом нас развивали с детства у нас книг было много мы читали родители всем что могли у них два высших образования но все время трудились и нам как бы не сильно то и доставалось после работы с нами позанимаются потом что-то вечером стихи выучит в этом в садике остальное мы сами были предоставлены себе и дальше пошло в первом классе вот когда я пришла с таким воодушевленным думаю ну все сложила сложилась моя судьба да а 30 32 человека было в классе и поэтому учителю было сложно разобраться во всех учениках что кто способный кто не способный все это вообще учителя начальной школы это мне кажется самая основа образования когда учитель горит своим желанием познать каждого ребенка кому нужно больше внимания кому нужна еще великая профессия учителя почему она так у нас опустилась на нижнюю ступень когда уже учителей не уважают каждый ребенок сидел и он даже не мог подняться в классе да но можно что-то было спросить сейчас гиперактивные дети и некоторых учить это только портить уже созданы для того чтобы работать уже с первого класса им не нужна учеба познание знаний а учителю нужно что-то вложить и когда ставили до двойки каким-то людям ну вот из нашего класса одноклассникам а человек неплохой добрый ну этот ребенок он добрый но не может он в этот момент воспринять эти знания зато в жизни они так успешно сложили что те кто стали отличниками за которых мамы папы приходили спрашивали все время да и они хуже устроились жизни чем те кто отшли своим путем их скажу так шмырили даже эти учителя одноклассники так вообще если двойку получил это все время двоечник как-то и учиться уже не хочется здесь набрала вот такое удобрение добавила да у которых уже три месяца прошло вот такое удобрение покажу органа минеральная развела меньше по этим показателям в два раза и теперь поливаю потому что смотрю грунт на просвет есть корневая и уже он проветренный снимались они поливались дождевой водой мы используем дождевую воду ее собираем но это самое лучшее что собственно уже не надо ничего придумывать и когда есть возможность мы ее собираем добавляю тоже чайную ложку все стаканчики у меня без отверстий если здесь скоплена немножечко до воды внизу кто не добавляю не сливаю пока что не сливаю пусть там все дальше так растет у них есть свой здесь микроклимат в этих пакетах и так получается лучше заметила это уже сколько наблюдений было за эти годы пока буду поливать добавлять вам еще что-нибудь расскажу устраивала школы с девчонками выходили вот февраль у нас февральского оттепель и вчера было вот так мы выносили мелок свой и рисовали на панельных домах а также с собой был было ведерко с тряпкой чтобы стереть это все не дай бог что все не осталось что мы там порисовали мелками на стене и потом в третьем классе идет контрольная а мне папа он так любил эту чернильную ручку с пером прям вообще вот она уже была такая современная я пришла на контрольную по математике уже видела несправедливость когда детям ставят оценки хорошие а мне все время думаю прописи и у моей мамы сестра была тоже учителем начальных классов в грузии они служили вот и она приехала уже сюда мне дала прописи я их снова прописывала чтобы у меня был почерк красивый и получилось так что приперлась на эту контрольную мне так хотелось написать этой ручкой и учительница подходит и вот так вырывает у меня хотя не конфликтовала сидела и просто писала контрольную у меня вырывают эту ручку чернильную как наш перед перо чернильное но так и называлась вот ну и что я сделаю я обиделась сижу конечно я не выбежала из класса там дети были и кусались с ней так а здесь еще рано перекручиваем бутылку на чистую воду вот и она увидит что я не обиделась и не ухожу думаю она ко мне не подходит да уже контрольная подходит а я не успела ничего не написать она выбрала мне эту ручку она подходит а я демонстративно закрываю тетрадку и сажусь просто сижу на месте вот она ничего не стала делать а ну как у вас большой что она тут будет конфликты но она хотела показать что не надо писать уже такой ручкой а где-то ручек не достать то еще чего-то пришла хотела покрасоваться с этой ручкой у нас здесь влажненько но не очень сейчас по капельке дадим вот и потом вызвала родителей маму на нет просто лично вызвала не на собрание а все и типа не надо так делать она горит она вам мешала она бы могла написать все сделать а меня все время в четверошницы записывал некая ну иногда вот хоть и работа хорошая да и все время тебе какую-то помарку над буквой делали то есть букву ты написал корректно все правильно но ты где-то там не подвел что-то не давить на недоведенные как сказать элементы в букве это вот так врачам спросить куда их учил как напишут рецепт я там сама ногу слом чтобы распознать они как-то между собой до врачи все это распознают и все эти рецепты правильно и выписывают и потом понятно фармацевту может у нас другая уже должна быть писанина все-таки когда учат школе и все рассыпались рассыпались после четвертого класса в нашем классе кто был отличником кому вам и носили там с учительницей больше разговаривали они все уехали на четверки я как бы вас четверки поднялась на пятерки почему-то потому что каждому шучителю не пойдешь и не будешь там каждому носить до что-нибудь хотя в те времена даже конфеты не достать там колбасы и все остальное а что я хотела показать вам так сейчас найдем заболталась но ничего и про жизнь можно рассказывать что не всегда дам идем чтобы научить но сейчас к чему да может я ваша учительница что я показываю как у меня все получается когда у нас были химия велась физика велась и нам учителя вот эти вот уже ну с возрастом было где-то по 50 лет они нам устраивали прям лаборатории то есть лаборатория была называется не экзамена лабораторная работа что ты приходишь со своим со своими знаниями уже который дал учитель то есть он рассказал лекцию все лекции я никогда не рассказываю просто вот с вами что-то делаю и показываю что получается и они именно давали на знаниях наших именно опыт опыт надо поставить и понять этот предмет как там все происходит как там все творится в этой химии что дишь я видела сейчас найду вот где-то все равно не проветрило сильно и опять это появилась появился росток сверху листа уже видела но не подскажу сейчас вот нашла давайте посмотрим сюда заглянем ароматы весны от красивая тоже ароматная шорс вышел такой огроменный цветок и ароматный вот видите что происходит уже несколько раз показывала что вот здесь возникают пасынки но это до того мелочь что ее лучше ободрать вот с этого меньше всего получается укоренение здесь дали давайте посмотрим вот она корневая куда вы погрязнете но так я сейчас очищу вот смотрите что у нас получилось за 26 12 то есть два месяца вот так образуется корневая в хорошем торфе пушистом вот такие у нас корни но клубин там совершенно еще маленькие то есть ждем хотя бы четыре месяца если мы отрезаем да в таком случае вот это появляется вот это надо отщипать сейчас не надо вот это вот сажать провозила с ними толку нету растут растут потом все-таки корневой как-то снимая жирный пасынок такой хороший он укореняется вот это мне люзга не укореняется так что вы тут делали а сюда я наверно не дала или чуть-чуть дала вот видите немножечко уже проветрился грунт вот снимала два листа где-то макушки посажены отдельно да вот пропустила нет чуть-чуть давала все-таки и даже вот такое вырастет но естественно человеку как такой лист предлагать да он скажет что такое вообще оно все пошло в клубень в клубень вниз поэтому вот такого буду выращивать на клубень чтобы клубень уже хороший был потом их клубню нужен отдых перед высадкой обязательно вот это вот они просыпаются не просыпаются тоже пишут спрашивает чего он не просыпается от листа оторвал до посадил сразу нет иногда они не просыпаются потому что висели под хорошим освещением им нужно уже немножко отдыха создать вот и к чему веду все-таки до бесплатное обучение это для тех людей которые вот нет средств чтобы обучаться и им нужно помогать из таких людей выходит гораздо больше больше гениев и стремления в жизни а кто не хочет учиться тому и платно не поможет вот платная наверное если все время задавать учителю вопрос но не учиться и не рассказывать тему что что ты не понимаешь вот что ты не понимаешь в этих цветах все рассказано все показано применяй пожалуйста пробую себя вот такие условия и тогда получается видите какой наглядный результат что-то я сегодня растрогалась в своих воспоминаниях иногда в них хочется окунуться и донести что-то людям что мы приходим за знаниями кому нужно побыстрее тот побыстрее посмотрел и пробует на своих результатах кому хочется окунуться в эту тему вот прям глубоко окунуться чтобы получалось первого раза пожалуйста приходите рассказываю показываю или показываю наглядный результат как все цветет растет и как можно в своем доме наслаждаться своими цветами выращенными своими руками так пойду я уже и так провела сейчас смонтирую что-нибудь все чтобы это в кучу собрать поэтому всем красивых цветов в доме и до до новых встреч